Деньги, стипендии и рекомендации по работе институтов. Прошедшее заседание ректората, как обычно, было насыщенным. О своей профильной работе рассказал директор института физической культуры и спорта. Кроме традиционных направлений в области спорта, были отмечены перспективные. Связаны они с адаптивным физическим воспитанием и подготовкой специалистов в области охраны труда. Руководство института отметило, что именно они могут стать актуальными в плане привлечения абитуриентов. Однако над своим предложением институту все же придется еще раз поработать. Ректор посоветовал оценить, насколько актуальны они будут в долгосрочной перспективе. Могут продвигать в этих репетиях, позиционировать, либо нам расширяться в шире и заниматься меньшей, которой еще никем не заняты. Что это нам даст? На ректорате советы прозвучали целым и для всех руководителей институтов. Ильшат Гафуров рекомендовал директорам поинтересоваться обучением и школьников. Это ребята из IT-лицея и лицея имени Лобачевского. Совет познакомится с учащимися. Если нужно, то даже лично. У нас есть база практики. Это два наших лицея. Лицея Лобачевского и IT-лицея. Они должны быть топовыми республиками. То у нас 131-й, то 7-й, то еще. То есть, где у кого чего есть, там мы и лезем. Просьба. Значит, чтобы вы не только преподаватели, детей должны знать. Кроме того, институты должны увеличить лекции, которые ведутся на иностранных языках. На заседание зашла речь и о деньгах. В ближайшее время закроют ежеквартальную премию. Сумму ее определяют сами директора институтов, как это было и раньше. Альбина Минибаева, Алинар Давлитьяров, Руслан Мурманов, Универмис.